приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции казахстане сами роман и сегодня мы сделаем обзор моего инвестиционного портфеля также поговорим почему известный экономист питер шиф считает что скоро фрс доиграется их карточный домик вот-вот рухнет то есть опять будет очередной финансовый кризис сегодня разберем вот эту тему также посмотрим что происходит вообще на рынках какие настроения сейчас почему нефть у нас так хорошо подросла за вчерашний день торговый также обо всем об этом и более подробно сейчас с вами разберем но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего 5 секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео начнем немного с американского рынка по финвизу если посмотреть то есть и 500 у нас ожидаемо немного скорректировался в принципе в основном это было затронутым на полупроводники немного автопроизводители тоже время немного рейты у нас снизились то есть рынок недвижимости но ожидаемо по вырос у нас так сказать нефтегазовый сектор также кстати у нас неплохо фармацевтика подросла банки пока особо без какой-то динамики торгуются пока еще многие инвесторы оценивают как будет дальше развиваться события будет ли кризис банковский дальше развиваться но посмотрим за неделю за неделю нас картина прям вообще я зеленая практически то есть многие компании довольно таки неплохо выросли особенно это касается компании intel которая хоть и сократила дивиденды в одном из предыдущих видео я рассказывал насколько и почему тем не менее компания начала отрастать скорее всего инвесторы сейчас уже начинают закладывать то что вот это сокращение дивидендов хоть она и будет то есть уже произошло да тем не менее они ожидают что компания будет показывать более хорошие результаты а также по нефтегазу принципе автопроизводители довольно таки у нас неплохо росли принципе по американскому рынку пока вроде как позитив в принципе если посмотреть на нефть то видим что у нас был резкий скачок то есть нефть у нас выросла сразу на более чем 6 процентов за один торговый день это было связано разумеется тем что и юнские фьючерсы на бренд в понедельник подорожали на 6 процентов именно с анонсированием связывают сокращение предложения сырья на рынке то есть 8 из 20 стран опек плюс объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года общее снижение нефтедобычи составит примерно 1 и 7 миллиона баррелей сутки из них 500 тысяч баррелей сутки придется на лидеров сделки это саудовская аравия и российская федерация дать еще интересно что у нас например инфляция в казахстане тоже снизилась впервые с декабря 2021 года то есть в годовом исчислении сейчас этот показатель составляет 18 1 процент видим что повышение ставки все же у нас тоже оказала некое влияние на замедление инфляции показ компании кастронцов кстати тоже вышли хорошие новости то что с 1 мая не будут повышать тарифы по перевалке наливу нефти на некоторых нефтеперекачивающих станциях то есть будут повышать тариф и соответственно это будет сказываться на выручке компании ну посмотрим разумеется как это будет происходить если посмотреть в принципе на компанию кастронцов то сейчас у нас она начала немного подрастать то вчера на на 14 тенге у нас подросла это говорит о том что инвесторы тоже оценивают сейчас стоит ли туда сейчас складываться халык банк кстати у нас тоже неплохо пока растет но скорее всего это на ожиданиях дивидендов которые могут дать рекомендацию совет директоров ну и на собрание акционеров разумеется будут уже утверждать либо не утверждать но это уже посмотрим рынок наш продолжает также расти и что еще кстати удивительно это чистая прибыль кейсел за 2022 года то есть она составила у нас 40 целых три десятых миллиарда плюс 24 процента рост до 2021 год заработали 32 с половиной принципе довольно таки неплохие показатели прибыль на акцию составила чуть более 200 тенге соответственно это говорит что компания в этом году 2022 заработала нормально но я все равно по-прежнему как бы не рассматриваю эту компанию для добавления свой портфель потому что есть более перспективные интересные компании которые можно рассматривать к тому же но кейсел это компания такая то есть какая-то часть как бы относится и казах телекому тем не менее поэтому не вижу смысла как бы инвестировать неё потому что но дивиденды они постоянно то отменяют то там сокращают то и переносят короче а на нее сильно обращать внимание например на дивиденды я бы точно не стал но теперь что касается портфеля а потом уже поговорим про краски и выражение экономиста питера шифа почему же он все же считает что на фондовый рынок америки как и принципе экономика не как бы неминуемо идет краху сейчас видим актуальное значение что профиль чека подрос довольно таки неплохо то есть раньше если меньше миллион четыреста был сейчас почти миллион четыреста пятьдесят уже учитывая что пополнение я сюда пока еще не совершал также остаток средств остался без изменений доллар у нас потихонечку увеличивается уже почти 22 доллара но это все связано именно с дивидендами здесь если смотрим по американским компаниям видим что у нас хорошо так вырос получается фридом торгуется да то есть по 70 долларов сейчас здесь цена входа можете не обращать внимание это было на момент конвертации то есть покупка была совершенно намного раньше и намного дешевле а когда конвертировали в доллар и просто взяли цену актуальную на тот момент а когда конвертировали там соответственно цена была самая пиковая дальше принципе видим что у нас exxon мобил тоже неплохо так подрастает и кока-кола кстати опять тоже начал расти о казахстанским бумагам нас здесь видно что каховик банк в принципе меня цена входа 127 и 3 сейчас тут 37 и 9 она стоит то есть пока мы уже опять вышли в плюс можно сказать также показ трансового пока мы убытки находимся минус 25 процентов но я особо ее не подкупал последний раз я помню 10 акций купил когда мне пришли выплаты по дивидендам и все пока я ничего не докупал остальным бумагам принципе все без изменений сбер так и висит у нас и чем мы с ним не делаем если посмотреть на движение денег то последнее время там не приходили только дивиденды то есть за март пришли от intel от форда от файзера exxon мобил банк америки то есть вот они все суммы которые были по дивидендам поэтому это регулярные каждый квартал они приходят этому как-то так а теперь разберем вторую главную тему до после того как фрс повысила процентную ставку еще на 25 базовых пунктов 22 марта а и джером паулов заявил что банковская система сша сильна и устойчива тем самым именно мне оправдывали повышение процентной ставки несмотря на то что незадолго до этого три американских банка потерпели крах и правительству пришлось выступить поручителем по вкладам клиентов а вот экономист питер шиф он не согласен джеромом паулов и убежден что реально совершенно иная вот его цитата это карточный домик который может рухнуть в любой момент корень зла кроется в денежно-кредитной политики фрс шиф объяснил что все началось с того что фрс вызвало образование пузыря кульминации которого стал финансовый кризис 2008 года но вместо того чтобы наконец принять меры в рынок было закачано еще больше денег что привело к образованию еще большего пузыря эпоха низких процентных ставок побудила банки страховаться долгосрочными государственными облигациями и ипотечными ценными бумагами по словам шифа банки таким образом приняли на себя высокий риск который больше не волновал клиентов банков потому что в случае нарушения рыночной конъюнктуры дело ступило бы государства во время как сша все правительстве органов власти считают что нынешней ситуации не имеет абсолютно ничего общего с финансовым кризисом подобным кризису 2008 года питер шиф видит четкие параллели как он считает это банковский кризис то есть то что сейчас происходит в америке а банки это финансовые компании я думаю вот он говорит что большинство людей не хотят говорить о финансовом кризисе потому что они не хотят вспоминать 2008 год и не хотят проводить сравнение они просто напросто не хотят признавать это но именно такое отрицание предшествует каждому кризису ты вспоминает что в 2007 году когда рухнула субстандартная ипотека даже политики говорили что нет причин для беспокойства первые признаки серьезного финансового кризиса все еще очевидны не заблуждайтесь мы стоим на пороге такого кризиса и он будет намного масштабнее предыдущего именно такое мнение высказал питер шиф он также предостерегает от сценария при котором экономика впадает в рецессию а инфляция остается высокой поскольку инфляция обесценивает деньги людей они не захотят забрать их из банков а банки уже не могут платить достаточно высокую процентную ставку чтобы компенсировать потери когда на межбанковских рынках также начнет не хватает ликвидности то есть банки будут обращаться к фрс которая будет вынуждена вмешаться через операции на открытом рынке или количественное смягчение чтобы увеличить доступную денежную массу тем самым ускоряя инфляционную спираль если сказать иными словами то есть если начнется кризис фрс придется опять вливать деньги то свою очередь опять будет разгонять инфляцию то есть все их методы борьбы с инфляцией в конечном счете так сказать сойдут на нет а вы как думаете стоит ли ожидать нового финансового кризиса именно глобального то есть мирового можно сказать масштаба или все-таки обойдется и фрс может так сказать обуздать все вот эти причины которые сейчас находятся в экономике сша поэтому обязательно пишите об этом в комментариях но на сегодня у меня на этом все если видео был вам интересным полезны можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии желаю всем удачи и помните что дорогу силит идущий